Девушки отдыхают Девушки отдыхают АПЛОДИСМЕНТЫ Николай, 27 лет Два года он не разговаривал с мамой, потому что она была настроена против его любимой Но любимая изменила, и он с ней расстался Со второй возлюбленной у Николая был командировочный роман И через семь месяцев она вернулась к своему мужчине А третью девушку Николай сам вернул родителям после того, как она связалась с дурной компанией Николай работает менеджером в ресторане Еще у него своя фирма банкетного обслуживания Отношения своих родителей Николай считает идеальными Правда, сейчас они разведены Что бы ни происходило в жизни, они всегда улыбались и ограждали детей от проблем Николай хочет построить такую же семью с обаятельной, привлекательной, темноволосой красавицей Мы вас ждем Здравствуйте Здравствуйте Пожалуйста, проходите Мы рады вас видеть Что-нибудь изменилось с тех пор, как вы у нас были в последний раз? Да нет, все по-прежнему Я знаю, что папа ушел все-таки от мамы Да, они развелись три года назад Но на самом деле... Но ключи по-прежнему от квартиры, где живет мама, есть и он туда может захаживать, да? Да, мы очень часто встречаемся, мы вместе едем на дачу Мы с ним играем в шахматы, когда он может зайти после работы А с той женщиной знакомы? Да, знакомы Нравится? Хорошая женщина, порядочная, домашняя, семейная А мама не нашла для души никого? Нет, наверное, мама все по-прежнему его любит Какая-то трагедия семьи, да? Мама любит по-прежнему папу Так же, как и он ее, я думаю Ну, а чего и тогда его унесло-то в другую жизнь? Жизнь выкидывает различные... Там никто не родился из маленьких? Нет, к сожалению Нет, к сожалению, да? Так интересно, то что в новой семье К новой жене, видишь, нормально Нет, к сожалению, да Вы женаты не были? Я не был женат В 19 лет я познакомился с девушкой, с которой мы встречались в течение двух лет Мама была против сразу? Мама была против нее И различными способами, моментами, ну, хотела мне все это показать Что это не тот человек, который нужен... А маме что мне сразу не понравилось? Наверное, они познакомились как-то неправильно А как неправильно? Моя девушка не сказала ей здравствуйте Я посмотрела на нее как-то снизу вверх Не показала своего благодушия И мама как-то деликатно старалась вас от нее отвадить? Или прям условия поставили? Сначала, да Мы с ней не разговаривали в течение двух лет Вот настолько сильно я влюбился Бедная мамочка Ну, понятно Но... Нет, она не бедная Ты представляешь, какой характер надо иметь, да? Чтобы с мамой не разговаривали за девушке два года Ну, все-таки это показатель Да, и когда я расстался с ней Подошел к матери, поцеловал ее в щечку И с этого момента, с того дня Наши отношения стали еще теплее Хотя бы ради этого стоило, да? Эти два года маме попереживать Это хорошо, значит, человек может признавать свои ошибки Ну, вот это очень важно Это три дуэта бывает Это очень важно А следующий, Роман? Я окончил Академию водного транспорта У нас была практика Практика проходила на теплоходе Я ходил по рекам России Познакомился с девочкой Она была переводчиком на этом теплоходе И в течение семи месяцев мы были вместе Жили в одной каюте У нас были очень теплые отношения Я бы даже сказал, мы... Этот роман был как будто бы какая-то... Она была свободной? Любовь У нее был молодой человек, который ждал ее на берегу Она из Санкт-Петербурга И, наверное, поэтому мы не смогли... Ну, нечего пускать на стоп, правильно? ...с ней быть вместе Глаза добрые, смотри какие Ой, вся Караков, глаза добрые Ты на мои посмотри И третий роман Вот самый длинный Да, третий роман Когда я встречался с человеком На протяжении четырех лет Она моей маме очень понравилась Она до сих пор не понимает Почему мы с ней расстались Ну, она понимает Но ей очень жаль Так же, как и ее родителям тоже И расстались мы Я открыл банкетную службу И стал подолгу задерживаться на работе На банкетных мероприятиях И в один прекрасный день Я позвонил ей в половину двенадцатого вечера И сообщил, что банкетное мероприятие продлится до пяти часов утра Она мне сказала, что я дома и ложусь спать Ну, банкетное мероприятие закончилось раньше В половину четвертого утра я уже был около подъезда Какая-то классическая ситуация, вам не кажется? Мы сидели в машине с моим товарищем по работе И где-то минут через пятнадцать-через двадцать Она шла со своей подругой Моя невеста побледнела Не смогла выдавить из себя ни единого слова Опустила глаза и поднялась домой А что случилось? Он на работе, она пошла с подругой ночью В дальнейшем начались такие моменты Что я приходил домой У нее вечно жутко болела голова Она отворачивалась от меня Мы стали мало разговаривать Вместе уже никуда не ходили А нужна такая женщина, которая никогда не болит голова и всегда готовит Да Нужна такая женщина И всегда готова И всегда готова, и никогда не болит голова Стал замечать ложь И в один прекрасный день я предложил собрать ее вещи И отвезти ее домой Она удивилась? Она не удивилась, она скорее даже с радостью согласилась С радостью согласилась Зачем же тогда это все нужно было продолжать все эти отношения, если согласилась? Какую теперь хотите девушку? Вот только знаете, я вам что хочу сказать Каждое новое отношение – это новая жизнь Поэтому Вот мужчины имеют обыкновение запариваться, да? Да Обожгутся на комнате и потом начинают всех сравнивать с бывшей Не надо этого делать, будьте свободны Вот вы сейчас свободны, можете с белого листа? Да, я не думаю о какой-то привязанности Все три ваших романа, вот этих самых ярких Они говорят об одном Вы выбираете женщин одного и того же типа Женщин ветреных и не очень серьезных в каких-то моментах Что это? Корабельная история, давайте честно скажем Ты не знаешь, когда тебя любовь застанет Ты где, в самолете или в вертолете? Понимаю, но иногда человек А вы делаете свой выбор рассудочно во многом Выбираете женщин общительных, умных по-настоящему Можно сказать с определенной долей живости Тех, которых легко с вами общаются И речь льется, я не знаю, как поток Но эти же женщины способны быть такими же живыми И раскрепощенными с другими мужчинами Учитывайте это, пожалуйста Мне кажется, что вам подошла бы Вот если сравнивать с предыдущими опытами Женщина более спокойная Более уравновешенная Более ценящая материальная И то, что, например, она достигла уже в этой жизни Тех ветренец, которых вы выбирали до этого Я предлагаю забыть Присмотритесь к девушкам Насколько они умеют вести диалог Потому что это очень важно для отношений Роза, вот как ты вот прямо Как ты вот можешь так красиво Ты прямо заслушаешься АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте посмотрим на первую АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья, 27 лет В 22 она вышла замуж по настоянию матери Мужчину не любила Но видела в нем хорошего будущего отца Муж оскорблял беременную Наташу После родов изводил ревность ее Ребенком не интересовался Когда дочери было полтора года Наташа бросила супруга Через год она встретила другого мужчину Полюбила, мечтала о семье Ее дочь звала его папой Но через 7 месяцев он исчез без объяснений Последние полгода Наталья работает дизайнером в компании Которая занимается напольными покрытиями Она обожает животных Любит верховую езду Сейчас Наталье нужен преданный муж А ее дочери заботливый папа Рядом с собой они видят сильного И одновременно нежного мужчину Ей кажется, что Николай... Наталья идеально подошла бы Николай Но у нее есть 4-летняя дочь Ну давайте посмотрим Может быть это не испугает нашего героя Пойдемте знакомиться Привет, меня зовут Наталья Я бы хотела сделать тебе подарок Здесь шахматы Шахматы это подарок для королей Я хочу, чтобы ты стал королем моего сердца Спасибо Я очень люблю Здравствуйте, Наташа Здравствуйте Кто эти девушки? Это Евгения, моя подруга А это моя родная сестра Ольга Которая старше меня на 3 годика Наташа, а зачем вы ходили замуж за мужчину, которого не любили? Дело в том, что в 20 лет мне мама начала говорить Что Наташа, надо замуж Иначе останешься старой девой Надо сдавать семью, рожать детей Опять мама Вот опять мама давлеет нас с дочерью Познакомились на работе Я его увидела Высокий, красивый, темноволосый Тогда я промелькнула мысль Что хороший, наверное, будет сын от него Почему? Не думала о семье Думала именно вот почему-то про ребенка Он подошел ко мне и сразу же сказал Ты будешь моя Через 3 недели мы уже стали жить вместе Через полтора месяца приняли решение завести ребенка Инициатива была его Я хотела ребенка, я согласилась Он подошел и сказал Ты будешь моя Через 3 недели будем жить вместе Я хочу ребенка Это да Такие директивные методы вообще У женщин, слабых женщин Есть такая черта, что верить мужчине Забеременела я быстро И он сделал мне предложение Я не хотела замуж Он захотел свадьбу, венчание Я не хотела ни венчаться, ни замуж Я уже тогда думала, что Возможно, это не мой человек А что это не навсегда Но ребенка хотела очень Не, ну слушай, 20 лет ходить ребенка Тоже очень странно Вышли замуж? Да, я вышла замуж Но отказалась от венчания Ну это как-то, мне кажется Единый перекор своей совести Вышла замуж Когда была беременна Мы очень сильно конфликтовали с мужем У нас каждый день были новые ссоры А причина конфликта? С самого начала, когда мы познакомились У него было образование фермер-пчеловод И он работал торговым представителем Очень хорошая, добрая профессия, между прочим Фермер-пчеловод очень добрая Вот видишь, домострой Фермер-пчеловод Нужно замуж Ты будешь моей Мне нужна семья Мне нужен ребенок Когда мы начали создавать семью Я сказала, что надо расти Надо до руководителя подниматься Надо учиться Получать высшее образование И я постоянно его к этому толкала На тот момент, когда я уже была беременна Он работал руководителем филиала И все какие-то задания, которые надо было делать ему Делала я Ссорились из-за этого Он Наташа, делай Я говорю, я устала, не могу Хочу полежать Тут болит, там болит Конечно, разбаловала сначала Помощью своей, а потом Ну, как бы не хочу Тем более, что я еще работала на своей работе А он уже привык А он уже, видимо, привык, да Вот еще есть момент, когда ты показываешь мужчине Что ты все можешь Вот как моя мама Она все может Ну, как бы мужчина не чувствует, что он ей нужен Проблемы были всегда Ну, наверное Не любили Потому что если бы любили И времени бы хватало И желания Не уступала Я вообще Не было желания Идти навстречу человеку Абсолютно никакого Ну, понятно Я когда сидела с ребенком Всю зарплату, которую он получал Он домой не приносил Хотя получал, ну, хорошую зарплату Я не видела ничего Меня полностью Мне помогала мама Либо сестра А мама все по-прежнему говорила Ну, знаешь, хуже живут Слава Богу, что не война Не пьет, не бьет Все верно Так и было Ничего Как-нибудь справимся Главное, у тебя есть муж А посмотри у соседей Ходят все в синяках Понятно Так и было Спасибо, что у меня пенсию не отбирает Точно Прямо ее сломались Хорошо Ладно, вы развелись Через год у вас появился Через год у меня появился новый мужчина Появился случайно Я шла Гулялась с собакой Прогуливалась Вечером Он сзади как-то Как-то меня так наскочил Я с испугу дала номер телефона Ладно Взяла бы циферку бы одну Да не ту Это как это он Интересно Наскочил И благополучно забыла про это Он мне позвонил Пригласил на свидание Заехал со мной на такси И человек очень интересный Звонил, например, мне и говорил Звонок Говорит Наташ, сейчас подожди пять минут Я перезвоню Мне надо с мыслями собраться Через пять минут перезвонят Все, я теперь готов В общем, вы по-взрослому По собственной воле Зароманились с ним Зароманились И стали жить вместе Мы ночевали друг у друга Мы не жили вместе А девочка с кем была? Девочка жила дома То есть мы чаще ночевали у меня дома Как я ему сказала Что у меня есть дочь Это тоже отдельная история Мы три недели встречались Я не говорила Что у меня есть дочка Вот, кстати, да Этот момент Это очень сложный момент И три недели Это не срок У дочки 25 января День рождения Я его приглашаю Молодого человека К себе на торт Чтобы отметить Не говоря, что у меня есть дочка Уже в подъезде Когда мы поднимаемся На девятый этаж Где я жила Я говорю Только у меня праздник там Он говорит Какой праздник? Я моей дочке исполняю Четыре года Он говорит Как? У тебя есть дочка? Я говорю Да Он Тогда подожди Разворачивается Убегает Я думаю Ну все Сбежал Нет Он возвращается С букетом цветов Для меня Так как я родила дочку Какой молодец Вот это да С кучей подарков Шоколадок Для дочки Так как он не знал Что купить Молодец Молодец Ну и вы Одна-то девушка С сюрпризом А ведь могли Получить себе Плохое настроение На этот самый праздник Да Я согласна Опыта нет Теперь она так не будет делать А дочка Как к нему Он занимался Воспитанием ребенка Моя дочка Назвала его папой Он ей уделил время То есть вместе ездили Он везде Инициативу То есть брать ребенка Хорошо Понятно Все было замечательно Пока Пока Не знаю что произошло Но 24-26 У меня день рождения 24-го числа Мы договорились Что он придет На мой день рождения Я звоню 24-го предварительно И спрашиваю Чтобы спросить Придет он Не придет На звонок Не отвечает Ну ты знаешь Когда все-таки Такие отношения Звонить и говорить Придешь ты или не придешь Ну как-то Все это продолжалось Около месяца То есть человек Вообще не выходил Со мной ни на какую связь Просто пропал Ни с того ни с сего Ни с того ни с сего Просто пропал Ну а вы бы в милицию Там я не знаю А вдруг бы человек умер В милицию То есть чтобы удостоверить Что с ним все в порядке Я как бы на машине Мы подъехали К его дому Посмотреть что с ним Я видела что он вышел Вошел в подъезд То есть жив-здоров Все с ним в порядке А не позвали его там Вась? Нет Звать, бегать за ним Как-то чего-то Я не хотела Чтобы объяснился Ушел по-английски Не попрощавшись С некрасивым Единственное что я написала СМС-ку Ты жив? Он написал Да со мной все в порядке Я пишу Значит с сегодняшнего дня Я могу считать Что в моей жизни Ты больше не являешься Моим мужчиной Он пишет Да, наверное так Печальная история Он вообще исчез Ничего не объяснил Она его разыскивает Жив ли ты Задает женщине вопрос Это Где вот это вот Отношение Я? Вас не пугает Нет маленькая девочка Которая тоже вас сможет назвать Какое имя дала? На Татьяне на день родилась Татьяна Не пугает женщина с ребенком? Я просто не думал об этом В моей жизни не складывались Еще такие ситуации У меня не было девушек У которых были дети Мне кажется он испугался Он даже отодвинулся Он отодвинулся А он сказал Стоп секунду Ты рассматриваешь Такую возможность? Я подумаю над этим Какие ты сейчас хочешь отношения? Что ты сейчас видишь дальше? Хочу мужчину Которого действительно Я люблю И который будет любить меня Я не говорю Что завтра Мы берем друг друга Идем в ЗАГС У нас семья Размечталась Нет Я не готова к этому Мне кажется Что она гораздо больше готова К семье Да, да, да Чем он У нее ребенок Она чувствует эту ответственность Она уже была в браке Девочки Она жила в браке Наташа Я тебе хочу дать Хороший совет И всем даю Девушкам совет По поводу того Что нужно говорить Мужчинам Вот смотри Ты говоришь Я типа не готова замуж Ну в принципе правильно делаешь Почему? Потому что пугать Но надо не так говорить Почему? Потому что пугаешь В обратную сторону Мужчина скажет Ненормальная что ли Может у нее там что Не в порядке Что она замуж не ходит Поэтому говоришь Я как любая нормальная женщина Хочу замуж Но это не значит Что я должна выходить За первого мужчину Которого я вижу И за мужчину Который даже мне предложил это С достоинством Но замуж хочешь Но не за каждого Спасибо за совет Очень много Правильно Погоди сюрприз Николай Сейчас ты доверься мне Я тебе завяжу глаза А дальнейшее ты узнаешь Тяжело довериться Так женщине сразу Ой Давай руку Шел грека Через реку Видит грека В реке Рак Так как у нас В мире Очень много раков Ты рак И я рак Шел грека Через реку Видит грека В реке Рак В рак За руку Колю Это страшный сюрприз Смотри Не пугливый Держи Садистка Повязывай Это твоя ракиня Да? Да Что нужно сделать Ракиня Повязывай ленточку Я сейчас буду искать Своего рака Давай Садистка Нет Как хотела Бедная девушка Нет Она так значит В жизни все поровну В семье Вот так вот Он двигается Да Он живой Ну что Понравился Сюрпризик Да Здорово И мне тоже Молодец Мой рак Только почему-то У тебя Мальчишеская ленточка А у него Девчачья Поменяйтесь А то накаркаете Ну так я выбирала себе Мальчика А он выбирал Девочку А у меня кстати Девочка Он разбирается В раках А как да Иди Все этим сказала Сюрпризом Идите девчонки И ждите в своей комнате Пойдем Ну как Сюрприз Как Сюрприз Да 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 Ты кстати больше Спугалась этим раком Чем он Не пугливый Максим Кирилл Ну очень хорошая девушка На самом деле Вот Единственное что Меня смущает Что Она с ребенком А я не думаю Что это может стать Правым Ребенком может спутить Только слабого мужчину Сильного мужчину Тот кто боится Ответственности Коля Не готов к этому Шагу То есть что Он К отношениям с девушкой С ребенком Я думаю что он не готов А я ребенка не смущаюсь Я считаю что Ребенок никогда не помеха Отношениям Правильно Молодец Не встанет Тем более Самое главное Чтобы Женщина нравилась На самом деле Очень открытый Веселый Интересный Человек С которым Есть о чем поговорить Кто лучше проймет Рака Чем рак Другой рак Ну вот еще раз Убедились что жить Нелюбимым Тошно Конечно мам надо Слушаться Но не в таких Ситуациях Я боюсь что Потому что Наташа не смогла Меня убедить Что еще стоит На пороге Новые ошибки Выйти замуж Для того Чтобы у ребенка Был отец Вот поверь В то что Замуж Надо выходить Для любви В каком плане Что первый муж идет Дети потом Даже дети От первого брака Потом будут Поэтому сначала Вот убеди себя В том что тебе нужен Действительно мужчин И не торопись В конце концов У твоего ребенка Есть отец Пусть он свои Извините Отцовские Обязанности Выполняет А ищи любовь Ну в конце концов Это надо А то Вся жизнь Несчастная будет Красивая Умная И вдумчивая Что на самом деле Редко бывает В женщинах Столь молодых До 30 лет Она правда По-настоящему Вдумчивая Я считаю Что вот этот Первый шаг Которым Она позволила Обмануть себя Своей маме Это первое замужество Не прошел для нее Даром Действительно Я считаю Что это правда Неплохая для вас пара Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец Очень пронесно Очень молодец Через несколько минут У Николая Второе свидание Не пропустите Эту встречу Если вы хотите Стать участником программы Или услышать совет От Розы и Василисы Как найти свою половинку Звоните с мобильного телефона На номер 0736 Оставайтесь с нами АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В эфире Давай поженимся Это программа о том Как найти спутник из жизни Давайте посмотрим На вторую девушку АПЛОДИСМЕНТЫ Алина 29 лет В 21 год Познакомилась с парнем Он добивался ее полгода А через полтора года отношений Сказал, что любит ее Как сестру А не как женщину На зло любимому Алина вышла замуж за другого Мужа она так и не полюбила И через 4 года Они развелись Алина работает Пиар-менеджером В фешенебельном ресторане В свободное время Занимается журналистикой Для Алины Внешность не самая Значимая в мужчине Намного важнее Его внутренние качества Алина мечтает Встретить разностороннего Талантливого И самостоятельного мужчину Такого, как Николай Пойдемте познакомиться АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер Привет Я очень рада тебя видеть Я тоже Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте По чем траур, девчонки? Да Или по ком? Да По чем траур? Но они правда подобрали ее костюм Алиночка, давайте с вами обсудим Как вас угораздило Выйти замуж без любви На зло любимому? История такова, что в своем городе Я занималась Ну, местечковым шоу-бизнесом И девушка, которая У всех на виду Естественно, зная себе цену И естественно, просто так не подойти Молодой человек не может Появился такой очень Достаточно дерзкий молодой человек Который просто танцует в шоу-группе Ко мне просто подходит Приглашает на танец И когда мы танцуем Приглашает мне поехать к нему в шахматы поиграть Я такой дерзости, я растерялась Поехала сыграть-то в шахматы? Нет, конечно Далее Все очень просто Мы встречаемся полгода Я понимаю, что этот человек занял Большую часть моей жизни Удивилась, сколько у него терпения было Выносить все мои звездные выходки королевские Которые вот эту корона Ним бы не помеха и так далее Сейчас у нее тоже интересно Такое Все женщины, как женщина, я королева За полтора года Я приняла его уже Как вот своего Свою вторую половинку И вы решили выйти из него замуж? Все шло к тому И мне казалось, что это именно те Идеальные отношения О которых я мечтала с самого детства Вы замуж вышли за этого молодого человека? К сожалению, нет Рассказывайте Полтора года Мы с ним встречаемся Мы никогда с ним не ссорились Мы все вопросы, которые возникали Мы просто старались перемолчать Очень много работало И вплоть до того, что я писала по ночам сценарий Ему приходилось спать одному Он приходил Сопел Уходил Я понимаю, что ему это не нравится Я ничего не могла сделать Мне приходилось выбирать между ним и работой Тут Коля уходил Его девушки, с которой он жил Не хватало внимания А у нее совсем наоборот И буквально за два месяца до того, как я уезжаю в отпуск Я встречаю присутствие девушки Девушки у него в конспектах У него в контурных картах Это имя, это имя И потом я их просто вместе встречаю Они идут гулять И за те пять минут, которые мы с ним пообщались Я понимаю, что у него переворачивается все И дали такая фраза, что, Алин Я тебя очень люблю, да Ты мне очень близкий человек Но я тебя люблю, как сестру Слушай, мне даже мурашки стали Кошмар И вы Я уезжаю в отпуск Ага Я неделю не сплю, не ем Я не знаю, зачем мне просыпаться Я не знаю, зачем я живу дальше То есть я потеряла весь смысл своей жизни И мне встречается молодой человек Первый же вечер предлагает мне выйти замуж Я на него сейчас смотрю и думаю Вообще он в своем уме Он меня видит в первый раз в жизни Как это может быть? Не, ну я в курортные романы не верю Я в человека, который меня встречает Вижу эту поддержку, то, что он готов для меня сделать все И я звоню Магадан Говорю, ты знаете, там мне замуж предлагают Такое кокетство Говорю, да, на самом деле, а что тебе делать тут? Выходи Опять закусила Поняла, что меня окончательно бесповоротно бросили Значит, я очень сильно плохая И соглашаюсь на предложение этого молодого человека Который меня реально любит Который для меня готов был сделать все Который для меня все может сделать Ну она решила, что клин-клином вышибается, да И решила попробовать В общем, вы вышли замуж в Краснодаре без любви Ну многие же так живут И сколько времени надеялись? Ну я так чувствую, через месяц я уже поняла, что все Безперспективно Знаете, на самом деле я не могу так судить человека Он сейчас женат, у него родился ребенок Он очень хороший семьянин в той семье Эта девушка ему подходит Я ему просто не подходила Она очень сильная личность Тяжело найти мужчину, которые будут сильнее ее Почему я до сих пор одинока? Потому что я еще сильного мужчина Но сильные мужчины Они не сразу во мне видят ту девушку, которая есть на самом деле Ну вот какая на самом деле, Алина? Нет, на самом деле я очень Я на самом деле очень ранимый человек На самом деле я очень много плачу И никто об этом не знает На самом деле очень веселая, общительная, открытая. Вышивает крестиком, прекрасно. Молодец! Блины, она настоятельная. Молодец, подруга молодец, пропиарила ее лучше, чем она себя сама. Да, молодец, наконец-то. Скажите, кто ваш герой в жизни? Папа. Мама вас не любила? Абсолютно. Мама любила, но очень странной любовью. Я принимала участие в браковоразводном процессе, выступала на стороне отца. Он уехал в находку, женился там, и его жена хотела поделить все так, чтобы как можно больше осталось ей и ее семье. В итоге я лишилась дома. Почему я уехала дальше? Я бы так жила в Магадане, в своем родном городе, и было бы все хорошо. Возможно. Герой, папа, молодец. Его жена оттяпала у доцы, у любимой, понимаешь? Папа герой. Папа козел тогда, понимаешь? Что в нем геройского тогда? Я все равно люблю своего отца, и тот человек, который ушел в море, не вернулся. Кто? Ну, как бы я считаю, что мой отец ушел в море, не вернулся. Тяжелая. Смотри, какая судьба, да, у девчонки. А он живой? Конечно. А нельзя же вы хороните. Ну, знаете, как вы... Нет, имеется в виду, что Титаник в виде новой жены, и он в нем... Абсолютно верно. Я сейчас переписываюсь со своим отцом. Ой, миленькая, 29 лет. Уже все, забудьте. Внимание. Папа, мама, вы уже сама. Мамом можете быть 45 раз. У меня нет того мужчины, который бы на самом деле меня понял такой, какой я есть, чтобы я им родила детей. Зачем вас понимать-то? Я недолюбленный ребенок. И что? Своим папой, своей мамой. А чем муж вас виноват, чтобы он вас долюбить должен? Да нет, не надо меня вот... Он не должен компенсировать всю любовь за какие-то... Мне просто-просто надо меня любить, если так как есть. Сначала нужно относиться к мужчине, а потом он это увидит и оценит. А я хочу оценить ваш сюрприз. Как-то красиво, что я сделаю. Хлеб да соль. Слушай, Николай мне словечки практически не сказал, что они разговаривали, да, о соне? Николай, просто передача я видела... Я уже могла заценить, как вы прочитали стихи, и не видела, как вы чистите картошку. Я готова вам прочитать стихи о любви. Представьте, может, что мы с вами на кухне. Да. А я буду вам читать стихи. Три слова, будто три огня, придут тебе средь бела дня. Это же... Что это такое за матриарха такой? Как будто парус кораблю, три слова, я тебя люблю. Такие старые слова, а как кружится голова. Три слова вечных, как весна, Такая сила им дана. Три слова и одна судьба, одна мечта. Нормально на кухне у них. Парень чистит картошку, а она ему там словесно сопровождает. Смотри, как тонко чистит. И повтор. Ах, как кружится голова. Молодец, оценил. И так будет всегда. Вы ей. Слово, она вам десять. А что хотел сказать о таким сюрпризом? А на самом деле, вы знаете, мне очень понравилось, как Николай... В прошлый раз... Нет. Когда он был претендентом... Что нет? Девушка чистила картошку... Ой. Что я тут скажу, забыла? Слабая. Девушка чистила картошку, а он в это время читал стихи. Он, это Коля, я имею в виду. Конечно. Мне просто очень понравилось, как Николай просто не смутился. И принял ситуацию так, как она есть. И с достоинством принял мой сюрприз. Ну, а что он должен был делать? Заполнить у тебя картошку, что ли? Спасибо большое. Девчонки, идите в комнату. Максим, вперед. Я хочу сказать, что как бы девушка из шоу-бизнеса, вот, она играет. Очень сильно играет, и я не увидел себя. Она не раскрылась, на самом деле, какая она есть. То есть она показала свою игру, что это есть. Но на самом деле, я думаю, что она другая. Мое мнение, как всегда, опять наоборот, по-моему. Мне кажется, что она прямой человек. И что тот человек, который будет с ней вместе, она, мне кажется, не будет изменять. Она будет любить своих детей. Как приятно. Она будет все делать на саму счастье. Я так вижу, что девчонки, видать, фанатки программы, что очень приятно. И так решили. А давай-ка сделаем кого? Посмотри, а помнишь того, который картошку доставлял чистить, а мы читали? Давайте, друзья, девки, короче, так, придумаем вот такую историю. Короче, я казанская сирота, папа, кто он? Значит, папа плавал. Точно, да. А мама... Мама, сука. Не любит, не любила тяжелые детства. А что такое? Она будет про любовь доставать, это вот, которая... Давайте так. Во, вот это вот. А я потом без любви вышла замуж. Но я хочу быть звездой. Точно, 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 точно. И про корону, я где-то читала про нее, что она тоже вся звезда. О себе я лучше всех, я самая лучшая жена. Точно, давайте. А я звезда. А такой, из шоу-бизнеса. Город надо посложнее. Дайте Магадан. Давайте. Ну, кто виноват, что так и по нотам. Вот, абсолютно. Девчонки, у вас получилось. Браво. Спасибо. Что спасибо? Если бы на самом деле была бы игра. Второй раз мы убедились, что замуж выходить без любви нельзя. И это называется замуж-благодарность за любовь. Все-таки я считаю, если уж говорить серьезно, дорогие мои девушки, муж не психотерапевт. Муж нормальный человек. А вам даю рекомендации, всем мужчинам, все-таки выбирайте женщину, у которых проблем поменьше. Почему? Потому что большую часть времени будете тратить на то, чтобы решать чужие проблемы. А это время надо тратить на то, чтобы доставлять друг другу радость. Вот так. Для нее это хороший урок. Алине нужен мужчина, который будет структурировать вот тот хаос, который есть у нее в голове. Который у рыб бывает достаточно часто. Вы достаточно серьезно и могли бы, наверное, за эту задачу взяться. Но она не ваш типаж женщины. Даже габаритами, внешностью, всем. Вам нужна женщина... Но это со зла. Почему? Нет, серьезно. Есть мужчина, которому нужна женщина-ровесница или моложе. Она существенно старше вас, даже не знаю, в понимании этого мира, хотя бы произвела впечатление мифологизированной особы, скажем так. Через несколько минут состоится третья встреча. И мы, наконец, узнаем, кого выберет Николай. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». Это программа о том, как найти спутника жизни. Давайте посмотрим на последнюю невесту. Жанна, 25 лет. Пять лет она мучилась с возлюбленным ревнивцем. Ей было нельзя без спроса выходить из дома, встречаться с подругой. Жанна пыталась уйти. Он угрожал. Они расстались, когда ее мужчина попал в аварию, и его отец увез его в родной город. Вскоре появился другой мужчина. Он признался Жанне в любви, звал ее замуж, а она наслаждалась свободой. Через три года его терпение лопнуло, и он ушел. По образованию Жанна специалист банковского дела. Сейчас работает менеджером по продажам медицинского оборудования. Жанна мечтает о семье. Она хочет встретить преданного, сильного, неревнивого мужчину. Именно таким показался ей Николай. В народе говорят, клин клином ошибает. Жанна хочет познакомиться с Николаем, чтобы забыть прежнюю любовь. Согласится ли Николай быть, собственно, этим самым клином? Давайте посмотрим. Здравствуйте, Николай. Приветствую вас. Я смотрела программу с вашим участием, и я поняла, что именно такого мужчину я хочу видеть рядом с собой. Надеюсь, что вы оправдаете мои надежды сейчас. Мне очень приятно. Спасибо. В прошлой передаче у Николая тоже были девушка такая, модельной внешности, такая... Почему вы пять лет встречались с таким ревнивым мужчиной? Ну, начну с того, что это был человек с Кавказа, поэтому, наверное, это объясняет его ревнивость, да? И человек был достаточно сильным характером. И сколько я не пыталась уйти, человек просто не отпускал. Ну, пять лет жить с таким человеком, значит, ей нужен такой мужчина. Николай не такой. Вот сильный характер мужской, это какой? Я не знаю, правда. Ну, так скажем, он держал меня в руках и полностью меня контролировал. Контроль его доходил до того, что я не могла одеть ту одежду, которая мне нравится. К примеру, я покупаю штаны, которые мне слишком в обтяг, да? Меня просто не выпускали из дома. Доходило до тотального контроля. Он не отпускал меня работать далеко от дома, да? То есть, чтобы я всегда находилась под его присмотром. Вот. А сила-то в чем? А сила в том, что он взял меня вот именно вот этим вот своим... Сила мужчины в великодушии. Ну, на тот момент... В доброте, в сочувствии, в ответственности, конечно. Ну, тогда бы, тогда бы, я бы, наверное, если бы он обладал именно этой силой, не пыталась бы избавиться от этих отношений. А ради денег, что ли? Что вас держало-то? Нет, ну, мне было 18 лет, вот, когда я начала с ним встречаться. И, как бы, он не подпускал ко мне никого близко, меня никуда не пускал. Не к батареи же он вас приковывал, что вы не могли выйти. Ну, доходило до такого, что я не ходила даже гулять, сидела дома, но долго же дома не просидишь. Пять лет они жили вместе. Понимаешь, мне кажется, достаточно, там, двух-трех месяцев, да, чтобы понять, что я так не хочу жить, мне это не нравится. А до семьи не жили? Нет, мы не жили, он приехал к брату. Вам в радость были эти отношения все эти пять лет? Вы знаете, поначалу, года первые три, наверное, мне это было даже интересно, и было приятно то, что у меня, как бы, вот, рядом такой мужчина, который... А ревнует, значит, любит, да. А до ЗАГСа почему не довел? Я не знаю, чем бы все это закончилось, если бы не один случай. Я получила звонок ночью от него, он мне звонит и говорит, что он в больнице. Он попадает в аварию, попадает в очень такую сильную аварию, и его отец решает, что все, хватит, сынок, ты здесь уже загостился, тем более вот с ним произошел такой случай, за ним нужно было ухаживать, то есть он был лежачий, можно было сказать, сильно повредил ногу, и он решает его увезти обратно на родину. Пять часов утра он вместе с отцом приехал ко мне прощаться, вышел из машины буквально на костылях, потому что у него была раздроблена нога, вот, шел сильный дождь. Я вообще не понимаю эту женщину, пять лет жить с мужчиной, как за каменной стеной, да, он ее, по-видимому, если он так ее контролировал, как она говорит тотально, что она одевает, что она кушает, куда и с кем она ходит, с ним случилась беда, и она ждет его в пять утра у себя дома, чтобы он с больной ногой лежачий приехал попрощаться. Когда я спустилась к нему, я с ним попрощалась, и когда поднималась домой, я живу на четвертом этаже, мне жутко хотелось расплакаться, что, ну вот, пять лет из моей жизни, каким бы они там ни были, все равно это уже родной и близкий человек, они закончились. Но когда я пришла домой, я поняла, что, наверное, я больше вздохнула со вздохом облегчения, чем с грустью и жалостью, что эти пять лет, наконец, закончились. Вот, и я просто уснула, и как бы вот на этом закончилась моя первая история. Очень показательная история. На следующий день, можно так сказать, что сразу, на следующий день у меня появился новый молодой человек, даже неправильно сказать, что он появился, он постоянно находился рядом, был тайно в меня влюблен, но молчал. О, Боже, Николай с ней не справится. Он был как бы другом в нашей компании, и он все время видел, какие были у нас отношения, он видел вот этот вот контроль, как меня держали в руках, как мне все это не нравилось, до чего это меня доводило, да, вот. А между вами-то были эти переглядушки? Я в последнее время начала догадываться. Женщина не может не чувствовать, что она вызывает симпатию. Да, согласна. Я в последнее время начала догадываться, но откровенного признания я не получила, да, как бы, когда он узнал, что я осталась одна, он вовремя подставил свое плечо. Он вел себя совершенно по-другому, полностью давал мне свободу. Доходило до того, что я просто могла оставить ему ключи, сама уйти гулять и как бы приходить поздно вечером, да, и он сколько ни пытался говорить мне о том, что, Жан, хватит, давай уже хватит вот этих гулянок, давай семью, давай вот все, детей заведем. Ну, как-то вот у меня вот на тот момент не возникало вот таких желаний, возможно, именно с ним не возникало. Возможно, у меня вот эти вот пять лет тотального контроля дали о себе знать, что мне нужно было как бы вот хотя бы понять, что вот нагуляться, так скажем, ну, не в плане того, что у меня там пошли беспорядочные романы, нет. Вот именно вот это вот мое стремление гулять с друзьями на улице везде, вот это в один прекрасный момент он устал, он понял, что меня не изменишь, и он поставил меня перед фактом, что он уходит в армию. Причем я знала, что он как бы туда не идет, я была вообще... Такого сюрприза я от него не ожидала. Сначала меня это жутко разозлило, но потом, спустя полгода, я поняла, что ничего плохого вот в этих отношениях не было, в отличие от первых, да, вот как бы мне... Меня человек очень любил. И я поняла, что какая я была глупая, да, почему вот я как бы не захотела, когда мне человек говорил «остановись», вот. Я попыталась его вернуть. Начали общаться, но я понимаю прекрасно... Жанночка, а что вы такого делали, что он говорил «остановись»? Вы познакомились с ним в общей компании. Что вам мешало без этого ревнивца в этой же компании вместе и общаться? Я очень люблю танцевать, да, и у меня больше были похождения по клубам. То есть вот у меня вот именно все мои эмоции... А он-то молодой пацан тоже был... Он ходил за мной, да. Жанна, на самом деле, да, я очень хотела сказать, она замечательно танцует, это... У нее все эмоции, она происходит какое-то вот это высвобождение в танце. Ты выражаешь себе в танце, займись танцами, займись хореографией, займись балетом, вырази себя там. Клубы, клубы, это не то место. Да, это не выражение в танце. Клуб, это на самом деле охота. Он хотел семью, он хотел ее одомашнить, так что ли сказать можно. А вам не хотелось нянчиться? Во-первых, младше, во-вторых, вы уже нянчили в своей жизни, да? У вас же был брат? Да, он и есть сейчас, слава богу. Которого вы воспитывали, да? Да, просто получилось так, что у меня папа умер, когда мне было 8 лет, и мама, так как она была молодая и красивая женщина, она вышла повторно замуж. И когда мне исполнилось 10, у меня появился братик. Но так как разница в возрасте, она как бы приличная, то на меня легли все заботы на его воспитание. Вот, я варила ему каши, я ходила с ним гулять в тот момент, когда мои ровесники ходили гулять сами, а я мне очень хотелось пойти гулять, да? Но я просто не могла, потому что на мне ребенок. Я до сих пор... А как помогать? Пускай сама посмотрела своим ребенком. Слушай, у меня с братом 13 лет разница. У него шрам до сих пор, кстати, на переносе. Вот. Я не отношусь к нему как к брату, отношусь к нему как на самом деле к своему ребенку, потому что я его люблю даже, можно сказать, какой-то вот больше материнской любовью. И вас попросили еще одного родить, да? А тут, да, меня попросили еще одного родить, и я, видимо, на тот момент была не готова. Ну так чем закончилась эта история? Ну история закончилась тем, что я поняла, что даже если я и верну его, то он молодой, и будет все так, что я-то вот уже как бы все готова, а он скажет, вот знаешь, Жан, когда-то ты мне оставляла ключи и шла гулять, а сейчас я сделаю то же самое. Я вот этого очень боюсь и этого не хочу. Покажите, пожалуйста, сюрприз. Николай, я предлагаю вам немножко заглянуть в будущее и посмотреть, есть ли у нас развитие отношений или наши пути разойдутся. Я предлагаю вам погадать на кофе. Когда будете держать чашечку в руках, четко сформулируйте вопрос. Представьте, например, наше первое свидание. Мне кажется, что-то он не очень хочет представлять это. Мы с вами около моря, шум прибоя, закат. Мы вдвоем, убоенные друг другом, не замечающие никого вокруг. Он с тобой это хочет представлять. Представьте, если можно посмотреть, в день нашей свадьбы. Там должен остаться осадочек. В день нашей свадьбы. Он аж поперхнулся. Знаете, Николай, наверное, все-таки не я и есть ваша судьба, потому что... Я так признала. Какая хитрая, да? Смотрите, да? Посмотрите, пожалуйста. Во-первых, там можно разглядеть два лебедя. Два лебедя это означает счастливую встречу. А также я вижу там розу. Роза это означает любовь. А те, кто увидит здесь двух лебедей, специальный приз от первого канала. Проходите, пожалуйста, с твоей компанией. Пойдемте. Спасибо вам большое. Супер. С сюрпризом просто шикарно. Все, Кристина, смотрим, смотрим, ищешь там двух лебедей и получаешь специальный приз от первого канала. Понравилось? Мне она очень понравилась. Мне очень понравилось, как она все преподносит, как она говорит. Мне понравилось. Он при мне про единственное все-таки сказал, что он тебе понравился. Он тебе вживую понравился. А мне кажется, что Жанна все-таки не готова еще никаким отношениям вообще. Я думаю, что вы не правы по поводу того, что не готова. Готова. Замуж готова. Но насколько за Николая... Вот вопрос. Мысли Николай за нее. Это другой вопрос. Николай, вам до сих пор попадались девушки достаточно ветреные. Вот мне кажется, что Жанна, смесь весов и девы, на самом деле, не просто знак веса, именно смесь весов и девы, вам неплохо подошла бы, потому что она, женщина, способная хранить верность. Правда, в этой верности может не быть страстей и каких-то безумных эмоций, но мне кажется, что может компенсировать вот все те былые страдания по неверным возлюбленным. Ну вот мы и познакомились с тремя невестами. Кого из них выберет Николай, мы узнаем через несколько минут. Если вы хотите стать участником программы или услышать совет, как найти свою половину от Розы и Василисы, звоните с мобильного телефона на номер 0736. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Николай работает менеджером в ресторане. Еще у него своя фирма банкетного обслуживания. Отношения своих родителей Николай считает идеальными. Правда, сейчас они разведены. Что бы ни происходило в жизни, они всегда улыбались и ограждали детей от проблем. Николай хочет построить такую же семью с обаятельной, привлекательной, темноволосой красавицей. АПЛОДИСМЕНТЫ Определились, кого будете советовать другу? Ни одна из девушек, по моему мнению, не подходит Николаю. То есть он бы не смог сложить ни с кем отношения. Спасибо. Что вы скажете? Если я не был бы женат, я выбрал бы Наталью. Спасибо. Я думаю, что нам с ним надо общаться. И если... Думаю, мы найдем общий язык. Если он зайдет в эту комнату, я думаю, что я буду за ним. Наталья очень отзывчивый и веселый человек. Мне очень понравилось своим живым общением. Алина. Ей подойдет, наверное, мужчина, которым она будет управлять больше, чем она пытается добиться найти мужчину, который... Это будет главный режиссер Погорелого театра. Да. Который мог бы ей как-то управлять или руководить. Если такой мужчина не будет, она склонна таких бросать. Ему еще рано жениться, на самом деле. Я считаю, что он пока еще не готов к семейным отношениям. И если вдруг он меня выберет, что маловероятно, я не смогу ему ответить взаимностью. Жанна. Достаточно интересный человек. Мне кажется, есть о чем поговорить. Увидела, посмотрела. Показала себя так же. Тоже хорошо. Я как бы уверена. на 99,9% что он придет за мной. Если он придет, то я обязательно выйду и отвечу ему взаимностью. Согласна с вами абсолютно. Я, естественно, за Жанну. Роза. Я тоже за Жанну. Не с точки зрения вообще и популярной психологии, не с точки зрения своей житейской мудрости, потому что говорит, как бы не о чем. А вот эффектно смотрелись и познакомиться поближе, я думаю, что было бы здорово. Передо мной стоит сложная задача. Да и мужчины вообще существования простые. И часто мужчина гуляет с одними женщинами, как говорится, а женится на других. К сожалению, вы к этой когорте имеете прямое отношение. Это не у каждого мужчины случается, но в вашем гороскопе показатели идеальной возлюбленной и идеальной жены разные. Так вот, под образ идеальной возлюбленной лучше всего подошла бы Жанна. И в общем, можно было бы выбрать ее, и она пока замуж не стремится, но и мне кажется, что вы могли бы еще пару лет в прекрасном романе позависать. А образ идеальной жены очень похож на Наталью. В этом смысле я восхищена прозорливостью Кирилла. Мне кажется, что она была бы вам хорошей и верной подругой. Поэтому разберитесь в своих чувствах и выбирайте либо Жанна для любви, либо Наталья для прочных и длительных отношений. Сейчас забудьте все наши советы и слушайте свое сердце. Идите туда, куда нас позовет, мы вас поддержим. Внимание! Найдите себе пару среди тех, кого вы сейчас увидите на экране. Если вас заинтересовал один из них, отправьте СМС с номером участника на номер 4-4-ки и станьте участником программы. Елена. Елена. 40 лет, номер 503. 9 лет назад овдовела, но осталась оптимисткой. Любит заниматься спортом, легкой атлетикой, верховой ездой, бегом на лыжах. Своего мужчину видит решительным, душевным, азартным и заботливым. Евгения. 28 лет, номер 504. Мечтает о карьере телеведущей. Работала моделью, но сейчас все свое время готова уделять любимому мужчине. Холить и обожать его. Мечтает встретить уверенного в себе мужчину, который ценит в женщине ум и красоту. Мы не знаем, выйдет Николай один или со своей избранницей. Приглашаю всех выйти из комнаты и поддержать Николая. АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok